К другим темам. 3 сентября Россия отмечает день окончания Второй мировой войны. Ранее памятной датой считалось 2 сентября. Именно в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Но в апреле 2020 года дата окончания самой страшной войны в истории была уточнена и согласно федеральному закону перенесена, став днём воинской славы. О том, как этот праздник отметили школы города, расскажем в нашем сюжете. Тому, как закончилась Вторая мировая война, в многопрофильном лице номер один посвящен не один урок. На них историк Иван Чернобривцев уже знакомил ребят с итогами Ялтинской конференции. Выполняя её решение, 8 августа 1945 года Советский Союз был вынужден вступить в войну с Японией, сторонницей нацистской Германии. 2 сентября она была закончена. И поскольку именно эта дата была признана днём окончания самой кровопролитной в истории войны, только рассказом о капитуляции Японии Иван Георгиевич решил не ограничиваться. Собственно, это событие 2 сентября для нас значимо не столько победой над Японией, сколько в целом окончания большого периода. То есть длительные, почти 6 лет длилась Вторая мировая война, которая унесла огромное число жизней. Как известно, побеждённые противники использовали нечеловеческие методы, создавали концентрационные лагеря, уничтожали мирное население. Если мы обратимся к цифрам, то большее число потерь – это не военные потери, это именно потери мирного населения. Этот день важен для всего мира. Во Вторую мировую войну было втянуто 57 государств. Но самые большие потери, как известно, это порядка 27 миллионов погибших понёс Советский Союз. Однако огромный вклад нашей страны в разгром немецко-фашистских захватчиков сегодня активно отрицается её бывшими союзниками США и Великобритании. Говоря о решающем вкладе США или Великобритании, себя эти страны представляют как победителей, как основателей новой подздамско-ялтинской дипломатической системы, нюрнбергской юридической системы, а в то же время достижения нашей страны, которая внесла огромнейший вклад, просто замалчиваются. Ну и, соответственно, создаются условия для политических манипуляций. Считая, что сохранение исторической памяти и развитие у детей критического мышления является лучшим оружием против любых политических манипуляций, этот урок педагог построил не совсем привычным образом. Разбив класс на три группы, Иван Чернобривцев предложил школьникам поработать с официальными статистическими данными Второй мировой войны, подтверждёнными не только Россией, но и США с Великобританией. Таким образом, учащиеся получили возможность самостоятельно оценить военные и мирные потери разных стран, итоги ключевых сражений и демографическое положение СССР после окончания войны. Ну, я сделал главное то, что, конечно же, Советский Союз потерял много больше как мирного, так и мирного населения, так и военных. И это достаточно невосполнимая потеря. Все семьи были затронуты. Другие страны пытаются переписать историю, да, создать новую историю. Я считаю, что это по-настоящему ужасно так делать. Это не уважать всех погибших на войне, не уважать нас, прежде всего, потому что дискредитируют в основном нашу страну. Работая с документами, ребята также узнали, что именно Вторая мировая война заложила ту международную систему дипломатии и те юридические основы наказания военных преступников, которые существуют до сих пор. Такой урок без назидательных рассказов школьники назвали очень полезным. Они отметили, что, получив возможность самостоятельно разобраться о фактах, они поняли, почему нужно знать историю. Человек, который не знает, им легко манипулировать. Те, кто знает исторические факты, могут рассказать об этом, проинформировать людей. Историю надо сохранять? Да, конечно. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.